Добрый вечер, уважаемые коллеги! Сегодня хотелось бы поговорить, как я работаю с пособием, как читать на пять. Ну, наверное, никто не будет спорить, что нелегкая это работа, научить второклассчику читать красиво и правильно. У нас в последнее время существуют основные, применяются основные методы обучения чтению. Существует два основных, противоположных в своей основе. Методы обучения чтению, фонетический метод и метод целых слух. Но меня привлекает больше фонетический метод, поэтому и пособие построено в рамках фонетического метода, который основан на алфавитном принципе. Обучение строится на соотношении между буквами и их произношением, то есть звуками. Когда ребенок начинает накапливать достаточные знания, он переходит к чтению слогов, а потом и к чтению целых слов, раз, предложений. Итогом нескольких лет работы, многих лет, в общем-то, все начиналось так. Два листочка, три листочка, а потом получилось такое небольшое пособие, которое предназначено для обучения чтению младших школьников. Начинаем в первый год изучения английского языка. Учащиеся освоить чтение всех типов английских слогов, сложных сочетаний гласных и загласных букв. Кроме умения читать, предлагаемая структура занятий, иллюстрации, частное повторение лексики помогут не только научиться читать, но и расширить словарный запас. Начинаем тогда, когда идет устный опережающий курс, с изучения алфавита. Поэтому у нас сразу здесь дается буква «звук». И надо сказать, что второклассники очень хорошо формулируют, что такое буква, что такое звук, потому что знают это из курса родного языка. Посмотрите, пожалуйста, на содержание. У нас здесь идут английские буквы и звуки, и основные правила. Первый тип слога, второй, третий, сочетание согласных, сочетание, четвертый тип, сочетание гласных и согласных. В общем-то, когда учим буква «звук», тут, в общем-то, есть смысл поработать и над правильным произношением отдельных звуков. Ну, я прошу, ставим кончик языка на бугорки за верхними зубками и произносим «д», «н», «л». Выдохнули, сказали «п». Это тоже интересно, как бы для детей это интересно. Учим алфавит. Помогает учить алфавит песенки, которые можно сейчас найти в интернете. Карточки – это обычная практика. Презентацию, если есть возможности. Очень мне понравилась работа со звуковым алфавитом, ну и в различные упражнения. Песенки. Вот это любимая песенка, да, поют, все нормально называется. Можно звук выключить и сами озвучиваем. Сегодня мы работаем, озвучиваем сами. Карточки обычные, можно, не разноцветные, одноцветные какие. Если небольшая группа и позволяет, есть такие возможности, можно попросить и детей, кроме того, что они называют ваши карточки. Они могут и свои карточки сделать, и раскладывать их в порядке алфавита. Я не знаю, есть, конечно, подходы разные. Группируют буквы по какому-то принципу, не в порядке алфавита. Мы учим, я учу в порядке алфавита. В родном языке учат буквы в порядке алфавитов. В общем-то, нормально и учат английский алфавит. Презентации тоже помогают. Все нормально сейчас, это, скорее всего, везде доступно. И вот такой звуковой алфавит. Совсем недорогое удовольствие, но посмотрите. Здесь буквы называют, а потом можно и звук найти такой. Если, чтобы ускорить процесс, даю таким образом пять карточек тому, кто будет называть, и один идет нажимать. Процесс ускоряется. Работают два человека. Все смотрят, слушают, проверяют. И упражнения. Сначала по кусочкам вот такие вот. Ну, а потом уже вспоминаем, как писать. Писать обязательно нужно уметь. Как же иначе? И знать буквы, и писать их. Все это вот. Не могу сказать, что вот подряд, но так время от времени для повторения даю вот такие упражнения. Дальше. Выучили буквы, выучили звуки. Для звуков тоже можно сделать карточки. Но сначала только согласные. Только согласные и хорошо вот эти усваиваем буквы, звуки. Потом переходим к транскрипции. Понимаем, что такое транскрипция. Ну, очень часто приводят классика жанра слова дуота. Дочь, где семь букв на четыре звука. Ну, ребятам это непонятно. Просто рассказываем, как записать. Слоги. Ударное, безударное, то я не знаю. А вот насчет открытое и закрытое не всегда. Нужно объяснить. Объясняю на русских словах. Дом, домик. А потом уже смотрим на английском. И тогда переходим к правилу один. Буква, звук. Тоже помогает. Песенка, звуковой алфавит. Упражнение. Вот эта песенка. Спокойно можно найти в интернете. Очень хорошо. И слова запоминают свои звуки. Но прошу обратить внимание на согласные. Вот такие тоже упражнения можно сделать. Соединим буквы и звуки, которые эти буквы дают. Тоже учим-учим, а потом проверяем себя. Правильно ли мы запомнили. Ну и потом переходим к гласным. Говорю, что гласные, они сложные. Они любят давать разные звуки. Начинается у нас с первого правила. Буква A. Мы делим, понимаем, где у нас закрытый, где, вернее, открытый, ударный. Но, понимаете, вот уже вот это вот кейк, плейт. И плейт, как правило, очень часто берут из осно-устного опережающего курса. Но, тем не менее, здесь работаем. Какую букву в этих словах мы не читаем. Немножко пишем, добавляем. А здесь пазл чистой воды. Всегда всем нравится, кто угадает. Поставить нужно буквы правильно в порядке, чтобы получили слово. Опять написать. И здесь же даем СИ. В начале слова и в середине. У меня в одном комментарии в лабиринте одна родительница спросила, а почему вы не даете тогда, когда СИ читается как звук СО в начале слова, например, там СЕНТО, СИЛЬМА. Ну, не даю. Слова иностранного происхождения, они читаются по-другому немножко. А здесь все-таки вот на этом этапе не считаю нужным. Потом появятся эти слова, они их просто запомнят. Читаем, тренируем. Вот здесь тоже интересное задание. Соединить слова с транспортицией и переводом. На начале этапе может быть сложно. Поэтому, чтобы понять, как делать упражнения, сначала вот так соединяем написанное слово всего в транспортиции. А дальше проверяем потом вот так. Принцип вот этого построения работы, упражнений остается. И в дальнейшем добавляются только какие-то упражнения, уже требуемые на то или иное правило. Ну, то же самое с буквой И, да? Вот первое четыре основные пишем. Разбираем еще, пишем, тренируемся, читаем, занимаемся транспортицией. А здесь уже добавляются эти слова с эй, слова с и. И добавляется перевод. Работаем переводчиками, учимся работать переводчиками. И, в общем-то, это не так-то просто. Вот здесь добавляется энд. Пишу, стараюсь. Не будет здесь пока еще э. Но это в дальнейшем, потом, когда выучим. Когда идет проверка, а проверка идет на каждую букву, на каждую гласную, мы к ней готовимся. Проверка включает чтение, перевод и правописание. Ну, правописание тоже, на спеллинг мы тоже тренируем вот на таких упражнениях. Пишем, ставим буквы, которые потерялись. Тоже очень интересно. Ю. Всегда очень сложно. Сложно, потому что разные два звука. Разбираем, просто карандашом подписываем. Вот здесь вот называю, а не подписывает. Ключевой звук помогает. И посмотрите, пожалуйста, уже здесь мы умеем читать, сколько много слов по первому типу чтения. В общем-то, и знают они, не только читают, знают и значение слов. Оу, то же самое. Вот принцип тот же самый, о котором я вам говорила. В конце каждого разбора гласной вот такая небольшая, вот такая небольшая табличка. Какие слова показались тебе трудными, выпиши. Повторить, перевод, поработать. В общем, определенный уровень рефлексии. Второй тип. Тоже пошли. Я вам как говорила, принцип сохраняется в такой же. Но посмотрите, пожалуйста, мы уже перешли к переводам целых предложений. А тут нужно все. Я люблю мою куклу. Все уже знаем. И я, и люблю, и кукла, и моя. Третий тип. Отслеживаем тоже оу. Вот. Догий звук о. Многие слова знают, но, наверное, вот здесь вот иногда сбивается, но разбираем. Принцип остается тот же. Переводим. Все точно так же делаем. После каждой гласной вот такое дается повторение. Очень много повторений. Повторение после каждой гласной. По две гласные повторяем. И как пишутся слова. И как они произносятся. И делим теперь на первый тип слуга. И второй. Не сразу понимает, но когда объясняет, первый раз пройдет, попробует. Потом, в общем-то, смотри, за какие мы переводим. Какие мы умные переводчики способны. Какие предложения мы уже здесь переводим. А это всего третий тип. Вернее, второй тип. А мы уже какие предложения церепеводим. И читаем слова. После каждого правила, то есть типа чтения, дается такой вот мини-словарик. Очень полезно. Очень полезно. Еще и закладочку наклеиваем. И сразу ищем, повторить слово, найти. В общем-то, периодически повторяем. Отсюда читаем, вспоминаем. Можно ручкой, листочком закрытия, самое читать по-русски. Переводить на английский. Можно с английского на русский. То есть это еще возможность без, скажем так, презентации, а просто повторить очень быстро эти слова, если они нужны. Дальше в пособии дается сочетание согласных. Вот такие сочетания гласных и согласных букв. И АОА в безударной позиции. Вот любимое. Сочетание, кстати, в спотлайте она дается чуть ли не в октябре месяце. Конечно, сложно, ребята, но ничего, справляются. Принцип тот же самый сохраняется. Пишем, переводим, читаем, повторяем. С-С-С-Х, тот же пишем, все переводим. В сочетании гласных и кисогласных дается ООА и А в конечной позиции. Учим, как произнести. Но это многие уже знают, так что идет постоянное повторение, постоянное наращивание слов. В общем-то, работа такая с большими повторениями дает свои результаты. Слово не просто прочитали и забыли, а оно повторяется, мы его повторяем. И, в общем-то, слов запоминается очень много. Вот, пожалуйста, опять. Люблю, сильный бегун, дети любят, вижу и так далее. Но, опять же, какие слова трудные, выпиши, повторяйся, запомнись с переводом. Первый раз это пособие вышло в 2018 году. Жизнь не стоит на месте. С тех пор все время что-то добавляется, что-то переделывается. Ну, когда начинаешь работать. Поэтому дополнения, которые войдут в новое издание. Добавить чтение незнакомых слов по нашим правилам. Десять слов, которые по правилам, это замечательно. Но правила нужно приложить. Знания по этому правилам. Компетенции проверяем одним словом. Поэтому ты не знаешь эти слова, но они читаются по нашему правилу. Читаем вот так строчку. Или в столбе. И, знаете, получается, если знают правила, хорошо усвоили, то получается, перевод не нужен. Нужно умение читать здесь. Сравнительное чтение по всем типам. Вот у нас. Эй, да? Вспомни, как они читаются. Прочти в срочку. Это знакомые слова. Тоже хотим добавить. Ты знаешь, почти все эти слова. Они читаются по нашим правилам. Да, четыре типа. Чего-то немножко пришлось добавить. Добавить. Жизнь показала, что нужно добавить и буквосочетания A и LL. Тоже. Потому что вот этот балл, это меня смущает очень сильно. Поэтому как бы вот пришлось добавить это. Готовим прописи. Ну, хочется так, чтобы не просто там вот по одному разу каждое слово написали и все. А хочется, чтобы писали. Это черновой вариант. Но, как пообещали мне в издательстве, что очень скоро эти прописи выйдут тоненькой книжкой отдельно. Решили сделать отдельно. Или все вместе. Вот или хотели вместе, а потом решили отдельно. Почему? Потому что нужно, чтобы ребенок не носил все сразу. Да. Вот готовим прописи. Ну, и, собственно, вот так вот можно работать с этим пособием. Пособие небольшое, тоненькое. Есть задания, которые можно разукрашивать. Там где green, red. Тоже можно разукрашивать, порисовать. В общем-то, и все, кто любит рисовать, картиночки, они не цветные. Можно их разрисовывать. Те, кто работает не только по этому пособию, а еще и видел книжечку нашу с Дарьей Михайловной «My start with English». У нас первая часть вышла два года назад. Сейчас вот вышла вторая часть. Это тоже интересно. Вместе, а в «My start» там идет лексика и грамматика. И несколько другой принцип чтения, то, в общем-то, все вместе это дает очень хорошие результаты. В общем-то, вот так, мои дорогие коллеги, я работаю. Если вам что-то показалось интересным, и вы можете применить это у себя, я буду необычайно рада этому. На сегодня все. Коллеги, есть ли у вас какие-то вопросы? Задавайте, пожалуйста. Вы можете задать их в чате, можете включить микрофон, если вам удобно. Если какие-то вопросы к Елене Владимировне...